решетки, все это будет, ответы будут достаточно близки и кроме того, можно сформулировать теорию вот мне вопрос даже задавался, а можно ли в Эфклиде ввести ответ такой, можно, только надо соблюдать некоторые правила но в рамках теории возмущения к Эфклиду можно перейти и сделать их в поворот а вне рамках теории возмущения есть специальная аксиоматика там Астервальдера-Шрадера, который сформулирует некоторые условия на теорию чтобы Эфклидова-Теория была эквивалентна к Эфклиду и вот можно это сделать, а тогда можно ввести 4-мерную Эфклиду-Решетку и все, что надо будет сделать, это вычислять некий континуальный интеграл вы помните, что интеграл, который я описал Вильям Генюхов, это был обычный интеграл если я ввел решетку, то это будет обычный интеграл надо просто считать интеграл и просто, это, конечно, хорошо сказать а если вы введете даже решетку 10 точек по каждому измерению, 10-14 точек представляете, что это такое? значит, нужно считать интеграл такой классный ни один суперкомпьютер с этим, конечно, не справится поэтому, на самом деле, используют метод Монте-Карло то есть статистическое обработки данных в общем, тут очень большая наука я не могу, у меня нет времени о ней говорить хочу сказать, что успехи достигнуты весьма существами в частности, я повторяю, спектр масс единственный метод расчета спектра масс известный мне это решетка и он дает совсем неплохой методик кроме того, решеточники считают так они считают, скажем, всевозможные фан-факторы и бегущие константы, так сказать, считают очень многое считают и неплохой точек хотя, я повторяю, что это, скорее, не теория а это, скорее, теоретический эксперимент потому что, конечно, доказать, что предел, например, существует при истремлении решеток в континуум это математически пройдет просто невозможно то есть в обычном смысле этого предел нет можно что-то типа формировки проводить тут, опять же, проблем очень много этим занимается очень много народу и решеточные конференции собирают сотни людей да-да, я кончаю, все так что здесь есть чем заняться молодым людям особенно если учесть, что здесь интенсивно используется программирование молодыми людьми программирования и работают здесь включаются компьютеры терапоптные бочки в десятки километров и это, в общем, досматривается в принципе в общем, все будущее покажет где лежит истин я думаю, что надо развивать все направления и струнную теорию и расчетную решетку и продолжать работать стандартной флантовой среды где-нибудь мы найдем твары как было с калитровой среды сегодня? 18,2,3 наверное все, спасибо у нас есть время для пары вопросов а остальное я предлагаю кулуары пожалуйста друзья, а почему вы говорите мизон хиксер? мизон хиксер а, какой? позон 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 мы хотим сказать, что не фермион он же не фермион это не фермион а то, что он не мизон а не барион он же не состоит из пары кварков а? боится он же не состоит из пары кварков да? ну это, что как caracter он состоит из буквы мы не знаем, из чего состоит это вопрос слож Torah слова мизон не скажем, что есть теория в полиции или перенормироваться нет, в полиции конечно, автоматически не гарантируют перенормировать скажем, квантовая теория гравитации в ламках теории возмущения она калибровочный вариант но не перенормирован поэтому нужно еще дополнительное случайное, да, какое-то? ну, я думаю, что это не случайно это означает просто, что теории слабых, по крайней мере, электромагнитных взаимодействий действительно нечувствительны, по-видимому, и сильных тоже, нечувствительны в области очень высоких энергий. И это можно учесть процедурой переномирования. А вот гравитация стопроцентно чувствительна к этому. Поэтому мы никак не можем провести обрезание так, чтобы разумную теорию сделать. Есть ли какой-нибудь способ переписать теорию гравитации как теорию Янг-Ю? В том смысле, что как передовочная теория. Да, можем, но перенормированность это не даст. Как теорию непосредственно Янга-Милса, вы не перепишете. Но колебровочных вариантов можно обеспечить, да. Можно ли придумать Су-2 теорию с компаментом? Значит, Су-2 теорию с компаментом не знают, потому что с компаментом никто теорию не придумал. Но вот что я знаю, и сам я это придумал в свое время, можно придумать Су-2 теорию, которая асимптотически свободна, и при этом не имеет антокрасных происходов. Вот такую теорию я вам могу сказать. А с компаментом никто еще, ни одной авиалистической модели четырехмерной нет. То есть четырехмерная модель вы имеете в виду? Да, да. То есть у нее есть асимптотические состояния? Да. Конфаймента нету? Да. Ну и атлетичка тоже нет. Да. Получается, что взаимодействия нет ни на малых расстояниях, ни на больших. Я предлагаю поблагодарить докладчика. У нас осталось десять минут. Аплодисменты. Танкер.